Здравствуйте! Вы на канале Праймлайн. Сегодня мы расскажем вам об особенном событии. Впервые в странах СНГ на сети национального оператора связи мы реализовали технологию микроканализации. Наша головная компания ID Prime как автор комплексного решения совместно со строительной компанией Азиавек построили пилотную сеть на базе микротрубок и микрокабелей. Проект мы реализовали в районе Уркер, Восточная Ильинка, города Астаны для абонентов национального оператора связи АВО «Казахтелеком». Семь лет абоненты этого района ждали услугу доступа в интернет. Использовать дешевые воздушные линии связи в конкретно этом районе нельзя, потому что запрещено ставить опоры кроме столбов освещения. Кстати, проекты «Чистое небо» от кабеля скоро станут нормой нашего общества. Ну а строить полноценную канализацию с использованием труб диаметром 110 мм и колодцами напротив каждого дома не только абсолютно убыточно, но и из-за ограниченного пространства вдоль дороги и давно проложенных коммуникаций электрики, воды и канализации в большинстве мест просто не представляется возможным. Вариант использования микроканализации в этом районе просто единственный. В рамках проекта мы развернули сеть на 96 абонентов частного сектора и на 108 абонентов в двух строящихся трехэтажных домах. В целом технология заключается в прокладке группы микротрубок или, коротко, бандла вдоль обеих сторон дороги. Напротив каждого дома в пакете делается разрез оболочки для доступа к трубке нужного цвета, устанавливаются кабельные отводы для соблюдения радиуса изгиба. Выбранная в бандле микротрубка разрезается, укладывается в кабельный отвод и к ней очень простым способом подключается абонентская микротрубка, которая в свою очередь идет непосредственно в дом. А далее по соединенным трубкам задувается оптический кабель до абонента. Прелесть технологии заключается в том, что после прокладки бандла и трубок все земляные покровы восстанавливаются без необходимости дальнейшего обслуживания соединений. То есть как таковые колодцы просто не нужны. В центре каждой улицы мы установили стойку распределения оптики со вторым каскадом сплетирования 1 к 8, куда заходит 4 бандла или в сумме 36 микротрубок. Сам процесс задувки достаточно прост. Задувочная машина, специальный компрессор и оптический кабель воздухом задувается напрямую в квартиру или дом абонента. Легко и красиво. Хочу отдельно заметить, что задувка в среднем проводилась при температурах минус 20 и даже ниже. Например, для ребят, привыкших задувать кабель в европейских условиях, это была бы весьма нетривиальная задача. Работать замерзшим кабелем нельзя, так как он просто-напросто сломается. Конечно, наши монтажники просто герои, работающие на морозе с оборудованием и материалами, требующие бережности и аккуратности. В общем, миллион тонкостей, которые, конечно же, надо знать. Но этим мы только хотим сказать, что, зная элементарные законы физики и принципы задувки, можно предусмотреть все факторы и при этом не нарушить технологию. Сейчас на улице весна абоненты, подключенные в мороз в самом начале зимы, прекрасно работают. Данный проект – это только первая ласточка. За счет размеров микро, стоимость строительства и материала в сумме в 2-3 раза меньше, чем традиционные подземные технологии. А скорость развертывания сети в 2-3 раза выше. Ну а главное – это самая оптимальная и перспективная технология с точки зрения будущего развития телекоммуникационных сетей. Никто не строит в центре города двухполосные дороги. Никто своим растущим детям не покупает одежду впритык и никто не прокладывает линии связи без учета развития. Совсем скоро, уже этой весной, мы начнем работу над строительством микроканализации на магистральных участках между городами. До новых встреч и будем на связи. Продолжение следует...